Открой глаза, все та же трещина, не бьешь в стекле окна. Я вам еще также сообщаю, что 11 часов у меня судебное заседание, поэтому, к сожалению, но придется вам потом за это тоже выгребать. А чего? Ну, почему? Ну, почему? Ну, потому что я на него не попадаю. Ну, так а причем тут я? Ну, почему? Попросил, я вам отказал. Ну, и все так. Причем тут полицейский? Притом? Да то, что вы не можете придавать документы. Все, я не могу. Может вы кируете транспортный взал и вы не закону? Ну, да. А может вы незаконно завладели данным транспортным взалом? Я за занял? Да. Не пристегивайтесь. Почитайте тоже правила. Да, почитайте. А может вы сейчас десь открыто векно и начинаете обдить? Так что вы не робите? Я буду пристойным. Так вот поэтому вы так и работаете, абы как. А может, а может ли, чомусь, десь, колись. Давайте. С вами нормально спинкували. Я с вами до сих пор нормально. Просто предъявить такого нет в законе полицейский. Я вам? Нет такого просто предъявить. Вы не контролеры. Сгідно чего? Я вымагаю ваши документы. Вы не пояснили мне, сгідно чего? Вы начали мне про «можливо» рассказывать. Какое-то «можливо». Сейчас мы за вами открываем разом. Это будет 31-ю, как вы говорите, и 35-ю. 31-ю, часть 2-ю открываете. Ну-ну-ну, хорошо. Да. И мы почитаем вместе. Гамент. И ставили дезубин, как там чистка. Напишите, что, если я подставил «важать», я подставил «важать», то у меня не есть. Такое интересное. Мимо проехали, остановились, посмотрели. Я не я, да? Скажите, что вы не знаете. Сейчас. Сейчас скажите, что вы не знаете меня. Я не забывала, что там встилку. Ну, просто интересно выглядело. Вы проезжали мимо, остановились, сдали чуть-чуть назад, глянули. Потом сделали кружок, остановились на пятачке, заблокировали движение там автомобилю, который хотел ехать. Вы знаете, то вы должны знать, что там очень часто здействуются квартирные крадежки. Правильно? Ну. Это именно в этих будинках двух. У нас везде скаются постоянно крадежки. Нет, именно в этих двух будинках очень часто здействуются крадежки и квартиры. И с проникнением до житла. Если у вас это не влаштовывает, что мы делаем свою работу, то это ваша личность? Нет, это не ваша работа. То, что вы сейчас делаете. А. Работа делаете, работа. Вопрос. Почему же, если у вас какие-то там пидозры такие про гранишку уже возникли, почему вы сразу не подошли? Засели там, типа спрятались. Я же думаю, ну понятно, меня ждете. Ну окей, я еду. Никто вас не ждал. Да, конечно. Да, серьезно. А чего вы там встали на пятачке? Ну, потому что напарница тоже бачила вас. И она, давай подивимся. Ну давай подивимся. Я сделаю кружок, думаю, вы седаете действительно в машину. Проверили документы, все, до побачения. Я не понимаю, в чем это интерес у вас тратить свое и наше время. Интерес в том, научить вас работать по закону. Ну ладно. Это не ваша компетенция учительна? Это вы так думаете? Я думаю, что только я и такие, как я могут научить. Если ваши руководители вас не учат, а вы сами не хотите учить, то кому-то надо это делать. Конечно. Конечно. Меньше будет таких полицейских, как вы, будет гораздо больше порядка. А что у нас судовая реформа? Что у нас судовая реформа? Что у нас судовая реформа? Нормально все дела покупают. Да это же не ваша проблема уже точно. Ооо. Наверное, ваша. Ну и моя в том числе. Ну и моя в том числе. Вы занимаетесь своими делами. Я вообще упущу тебя на зарастей момент. Какой? Просто про все эти ваши судови. Штучки. Про судови. Что значит штучки? Угу. Какие штучки? Вот. Ну я просто говорю. В общем. Ну вы элементарно говорите. Вы элементарно говорите. Стоите и врете, я буду розглядать справа. Вы не розглядаете справу по 130. это так или нет вы на разгадает и справа вы справу разглядает или нет скажите нет и зачем вы мне стояли врали же я буду справа вы можете врать если вам кто-то что-то рассказывать ради бога смотрите это задержанный куда-то убежит вот учись ну а а а а а а а а Работает нормально или нет? У меня только приехала на социальную напряжение. Доброе утро! Ну вы же прорвали транспортный засад, правильно? Да, может быть, может нет. Мы просто теряем для нашей и ваше время. У меня времени для вас в вагон. Наверное, вы же добрые знают это законодательство, что есть требования для затремления, для установленного вашего средства. Вот опять, вы, наверное, плохо знаете. На трех годах, от до трех годах, не больше трех годах, это раз. Второе, если превентивная полицейская мера, понятно, что она не может достичь результата, она должна быть немедленно прекращена. То есть, если вы понимаете, что вы не можете установить мою личность, значит, вы меня должны сразу отпустить, а не ждать три часа. Поэтому давайте, все в рамках закона. Это у вас не привилегия такая, мурыжить кому-то три часа, чтобы заставить его что-то сделать. Окей, три часа, будем следить три часа. Только какие действия вы за эти три часа будете предпринимать, чтобы установить мою личность? Никаких. Никаких. Вот и все. Вот и все. Вот и все ваше знание законодательства. Три часа пугаете вы меня. До трех часов. Я что, вас пугаю? Я что, вас пугаю, чем еще что? Вы мне сообщили, что я имею право на адвокат? С момента задержания. Ага. Не сообщили. То вы и так сами добре знаете законодательства. Причем тут вы обязаны это сделать. Знаю я. Не знаю. Это не важно. В законе не написано. А если знают, то не надо. Наверное, что сообщите, что должны во вторинную первенную допомогу... В телефонных разговорах. Первинную допомогу юридичную надо зателефоновать и выколотить бездушных адвокатов, потому что вы задержали человека. У задержанного есть ряд прав. Практише. Это уже процессуальный статус. Если вам потребно, и вы не обмажите праву, правильно переставайтесь по закону. Правильно, неправильно. Закон есть. По закону действуйте, а не так, как вы себе думаете, как вам кажется, должно быть правильно. Вы должны были обеспечить меня адвокатом, если вы меня задержали. Вы уже ограничили мои права. Так? Так. Обмажили в чём? В чём? В передвижении, как минимум. Но, по всему остальному, в основном, в чём не обмежили. Если обмеживаются права, то, значит, вызывается адвокат, если вы не знаете по закону полицейского. Иван, уже как поздно. Без меня не начнётся. Вот вы сделали то, что сделали, а теперь не знаете, что с этим дальше делать, да? Ну... Ну... Зачекает то, что с кружкой? Ну, что зачекает? Я чекаю. Я же, по-моему, никуда не иду. Сижу и жду. Вы ушли. Ну, мне тоже надо было поставить неизвестный скириллистер. Правильно? Не знаю. Я без понятия, что у вас там внутри. Просто всё это не получается. Ну, вот. Чтобы получалось, надо действовать нормально. Да. И по закону. Я на одном этаже в управлении у вас сижу уже. Никто не взял. Да, сейчас... Я вам, по-моему, нормальный предложил вариант. Выписано. Ну, такой. Если у вас подозрение 130-е, двое понятных, ад, я даю документы, составляю. Я взагалі... Не устроил. Я взагалі вам ничего просто не сказал. А я как должен понимать, что вы говорите или что говорит ваш напарник? Кого слушать я должен? Она подошла первая и мне заявила. 130-е. Подозрение. Окей. Подозрение алкогольное. Документы. Я подозрю в карте права. Так можешь вы составить будь-який материал, но вы... Так вы ещё не составляете ничего. Я же вам сказал. Приглашайте двух понятных. И вы при двух понятных выдавали документы. Я вам так и сказал прямо. Посмотрите видео. Посмотрите видео. Посмотрите видео. Ну, я же снимаю сейчас. Вы даже вас убьют, то есть за то время, пока вы будете снимать. Я не пойму. Если вы уже прийдете, стройте сроки. Пусть люди посмотрят на вас. Да. Или нет? Или нет? Да, я вас тоже. Зоя, я вам скажу, если вы начинаете, даже мне зараз рассказывать, да, как можно скласти будь-який материал, не знаю, чьи взагалі не зиновейшую особу. Ну, как можно скласти будь-який материал? Да. Вы меня не слышите? Вы меня не слышите? Да. Вы составляете акт. Вы туда записываете. Как называется? Акт огляду на стан алкогольного спианиния. Стан с пианиния. Ну, я имею в виду, вы же на алкогольное меня будете? Вы, если пригласите, я же вам сказал, приглашайте понятых, доставайте акт, я вам даю документы записывайте. Ну, по поводу документов реально, ну, честно, депло. Разобор флот. Окей, посмотрим. Я еще раз говорю, 130-ю вы хотите? Давайте, двух понятых акт составляйте, дуем на драггер. Документы я вам предоставляю для того, чтобы вы записали в акт. И все. Google Господинкова, а я звонил вам сейчас, где там? Ага. Ну, так что? У меня документы, или нет? Мы раз говорю, есть понятины? У меня какие-то понятых, или понятых вам где-то, вы сейчас расскажете, что они в моем автомобиле лежат? Я вам предлагал показывать документы. Я говорю, я сейчас, если мне запрошу на понятых, вы раз скажете, что мои документы в автомобиле салишат. При чем тут понятых, Маска? Ты не знаю. Я же не знаю. Зачем вы меня задержали, во-первых. Акт, протокол задержания вы составляете? На кого? А я не знаю. Есть теперь новая статья в Уголовном кодексе появилась. За вот такое вот дело. Ну, когда вы задерживаете человека, не составляете протокол. Я сейчас не помню нового. Ну, подавите, 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 подавите. Ну, не знаю, честно не знаю. Пиши, автор, это есть, как можно приманять. Субтитры сделал DimaTorzok